Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день» и всем доброе утро! Благословенных событий в нашей жизни никогда не бывает много. Когда они приходят, это всегда для нас радость, это всегда вдохновение, это всегда свидетельство, которым мы с радостью можем делиться с окружающими людьми, чтобы на самом деле люди получали вот это вдохновение и тоже шли дальше. И когда нас Господь поставил на этой земле и дал друг друга, с кем-то мы чаще встречаемся, с кем-то реже, но все, что Господь делал и делает, это всегда Божьи планы о нас, которые Он еще творил до нашего рождения. И поэтому научиться брать эти свидетельства в свою жизнь, делиться ими, это важно. Но посмотрите на жизнь Давида. Мы с вами находимся в 34-м псалме. Это псалм, в котором очень разноплановое настроение и состояние. И если в прошлый раз мы с вами говорили, Давид говорит, да коли, Господи, ты будешь смотреть на все это? Ведь лицемерие, оно такое ярко выраженное. Ведь люди, которые смеются мне в лицо и унижают меня, а я с ними проводил, может быть, время и заботился о них, и сам разделял с ними их проблемы. А если мы вспомним, как это было, то с Давидом ушло 400 человек. Это те, которые были должники, беглецы, люди, которые были отвержены обществом, и они оказались с Давидом. И Давид смог повлиять на каждого из них так, что они стали сильными воинами. Это говорит о том, что фигура Давида с его харизмой была достаточно активна, влияющая на других людей. Но из этих людей, если они сами не менялись, а только получали благо со стороны Давида, когда он протягивал им свою руку помощи, поддерживал, а свои сердца они за ними не наблюдали, то могли потом вставать на позицию противления. Понятно, что противниками Давида были многие люди, которые не оказывались в его войске, потому что тот же Саул, но за Саула. Посмотрите, Давид сразился с Голиафом, когда все войско Саула тогда было в отчаянном положении. То есть тоже, как царь, он получил такую преференцию от своего гражданина, своего царства, которого он практически не знал. Преференции обычно дают цари. А тут Давид, но уже помазанный на царство, уже проявил вот эту пророческую часть в своей жизни. Значит, теперь, когда уже бегает Давид от Саула, у него тоже непонимание, Господи, доколе, что происходит? Я делал добро этому человеку, ничего больше худого. И даже тогда, когда Господь ему давал его встретиться в пещере, а ведь это был экзамен, и когда его окружение говорит, вот тебе Бог дает его, бери, убей прямо сейчас, реакция Давида, руки на помазанника я не подниму. Он знал духовный закон, и он не хотел, чтобы его помазание было разрушено, но чтобы Бог сам разбирался с Саулом. И поэтому здесь он говорит, его реакция, «Я прославлю тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю тебя». То есть сначала он говорит, Господи, доколе ты не вступаешься, но он что-то понимал в отношениях с Богом, он тут же дает обет. «Господь, я тебя прославлю, в великом собрании я превознесу тебя». И в этом Давид на самом деле весь очень ярко виден. С одной стороны, он понимает, что он хочет подвигнуть Бога на действие, но с другой стороны, он понимает, что и ему надо осуществить какое-то действие. И обет вот такого плана, что я буду прославлять тебя, я обязательно расскажу о том, что ты сделаешь в моей жизни, я не скрою ни от кого, я сейчас даю тебе этот обет. Поэтому я желаю, друзья, чтобы мы с вами тоже понимали, не только ответ на наши вопросы важны для нас, но еще и продолжение, а что я сделал с этим ответом? Просто на себя одел его и все, либо я делюсь с другими, потому что другие люди, они тоже могут проходить то, что ты проходил вчера. И то, как тебя Бог проводил, для них важно. И поэтому прославить Бога, если не в большом собрании, то в своем окружении каждый может дать вот это свидетельство, как благодарность небу. Господь драгоценный, прости, когда мы свидетельство не озвучивали, оставляли у себя. И я хочу благословить сейчас каждого человека, быть благословением для других, вдохновением для других, чтобы то, что было ответами с небес в нашей судьбе, в нашей жизни, чтобы оно принесло много плода в судьбах и других людей. И поэтому наша молитва к тебе пред тобой прямо сейчас о том, чтобы восхвалять тебя в собрании великом, не молчать тогда, когда небо, оно ждет от нас обратной связи. И я благодарю тебя, Господь, что в уповании на тебя мы не оставались в постыжении и не останемся, наши лица не покраснеют, потому что Господь верен. И пусть твоя верность в нашей жизни произведет плод. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»